Прощай, легенда! Пожалуй, так можно анонсировать новость, которую только что разнесли европейские СМИ. В скором времени семейство Transporter впервые перестанет быть собственной разработкой Volkswagen, но обо всем по порядку. В далеком 90-м году с выходом поколения Т4 для транспортера началась переднемоторная эра. За 30 лет эволюция дошла до индекса Т6-1, а в следующем году немцы запланировали еще одну радикальную реформу. Новейшие каравеллы и мультивены серии Т7 переедут на легковую платформу MQB, не рассчитанную под грузоперевозки. Нишу фургонов и шасси временно прикроет нынешнее поколение Т6-1, в котором останутся только модификации для доставки грузов. А вот восьмую генерацию коммерческих Volkswagen сделают уже инженеры концерна Ford. Соответственно, фордовский Transit Custom и фольксвагеновский транспортер станут братьями-близнецами. Более того, они будут выходить из одного роддома – турецкого завода Ford Atasan, которому предстоит пережить большую модернизацию. Премьера грузовичков намечена на 2024 год, а до этого случится еще одно событие. Как известно, компания из Вольсбурга разработала весьма удачную электрическую платформу MEB, которая… Все верно, приглянулась Форду. Соответственно, массовый электрический Форд для европейского рынка будет построен на этой батарейной архитектуре. Кроме того, голубой овал воспользуется наработками своего партнера по семейству каблучков. Следующее событие из разряда «Здесь и сейчас». Марка «Фольксваген» и благотворительный фонд «Детский хоспис» продолжают сотрудничество. В прошлом году учреждению палеотивной медпомощи из города Домодедово был передан «Фольксваген Поло». Еще один «Поло» тогда достался Саратовскому отделению фонда. Обе машины работают как выездная служба помощи детям, страдающим тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. В этом году Домодедовскому хоспису будет передан новый «Фольксваген Поло». Еще по одному лифтбэку получат Санкт-Петербург и Орел. Кроме того, в городе-на-Неве для мобильной помощи вдобавок будет применяться новая «Каравелла» поколения 6.1. Сам проект «Поможем детям вместе» приобретает всероссийский характер. Благодаря нему выездную палеотивную помощь получают тысячи детей.